Здравствуйте, друзья! Сегодня будем запекать половинки картошки в духовке. Для этого нам понадобится 14 средних картофелин, которых мы почистили, помыли и порезали пополам. Дальше кастрюля, оливковое масло, его у нас 60 мл, 40 мл в стакане, 20 мл в блюдце. Это тимьян, лук, укроп, чеснок, черный перец и соль. Для начала нам нужно сварить картофель. Мы добавляем картофель в кастрюлю и наливаем воду. Итак, мы взяли 14 картофель, которые помыли, поочистили и порезали. 14 картофель нам нужно для того, чтобы занять весь противень. Это мы сделали с расчетом для того, чтобы у нас получился целый противень. Теперь мы отправляем кастрюлю на газ, предварительно добавив пол ложки соль. И отправляем кастрюлю с картофелем на газ. После закипания картофеля ждем 5 минут и снимаем его с плиты. Пока кастрюля стоит на газу и у нас там варится картошка, мы порежем чеснок и укроп. Начнем с чеснока. Мы нарезали чеснок. Чеснок можно было нарезать любым способом, хоть пропустить через чеснокодавку, хоть натереть его на терке. После чеснока мы приступаем к нарезке укропа. После того, как мы нарежем укроп, мы добавим все это в нашу мисочку с маслом. Мы добавили нарезанный чеснок и укроп в миску с маслом. Теперь мы немного присаливаем это дело. И перемешиваем, чтобы масло впитало в себя запахи укропа и чеснока. Итак, картошка наша закипела, теперь ждем 5 минут. 5 минут прошло, теперь выключаем газ и сливаем из кастрюли в голову. Воду сливаем тщательно. Итак, мы слили воду из кастрюли. Теперь добавляем сверху, посыпая одну ложечку тимьяна. Перца сверху посыпем. И выливаем масло, которое у нас было в стакане. После добавления всех ингредиентов в кастрюлю, мы перемешиваем, встряхиваем в кастрюлю. Итак, мы тщательно перемешали картошку в кастрюле. Теперь смазываем противень маслом. А точнее пергаментную бумагу, которую мы выложили на наш противень, мы ее смазываем маслом. И после мы будем выкладывать картофель из кастрюльки прямо на этот противень. Если вернуться к этапу, где мы добавляли тимьян, черный перец и масло, то вместо тимьяна можно использовать одну чайную ложечку розмарина или же одну чайную ложечку прованских трав. А сейчас мы выложим картофель на противень и уже включимся там. Мы разложили картофель по противню и теперь отправляем наш противень с картошкой в духовку, которую мы предварительно разогрели до 200 градусов. Картошка находиться будет в духовке 45-50 минут. Итак, по прошествии 50 минут мы достаем нашу картошку из духовки. Вот такая красивая золотистая картошечка у нас получилась. Сейчас мы ее сдвигаем к одному краю и даем ей минутку, чтобы она остыла. Пока наш золотистый картофель остывает, мы нарежем лук. Лук мы берем свежий. Он у нас пойдет для украшения и для обедания вкуса. По истечению примерно минуты мы приступаем к обмазке картофеля нашей заранее заготовленной смесью. Почему мы выждали немного времени? Так это потому, что в нашей смеси содержится чеснок. А чеснок при контакте с высокими температурами несколько теряет свои вкусовые качества и свой запах. Помазав картошку нашей оставшейся смеси, мы теперь приступаем к заключительному этапу. А именно, можно посыпать все это дело сверху свежим луком. Для придания более насыщенного вкуса и искусного аромата. Итак, у нас получилась вот такая вот хрустящая золотая, золотистая, красивая картошечка. Это блюдо подойдет как самостоятельное блюдо, так и отлично оно подойдет с какими-нибудь дополнениями. В нашем случае это будет соленая скумбрия. Скумбрию, которую мы засадивали сами. Как мы это делали, вы можете найти в закрепленном видео. А также я оставлю ссылку на это видео в комментариях. Итак, вот такое прекрасное блюдо у нас получилось. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok